Это надо перечитывать ещё, вникать. А у вас эта книга есть в Крестину Православию в бумажном варианте? Конечно. Вот видите, как вас Господь надоумил приехать здесь принять истинное крещение, и тут вам подарок. Конечно, Игнатий Тихонович, я её хочу батюшке подарить. Никак, ни в каком случае, дать только ему на определённое число дней, допустим, на две недели. И обязательно спрашивать, не отдавайте. Она будет на полке или уничтожит. Я ему сказал, что у меня есть очень сильные материалы. Хочу барошюрки сделать и в приходе раздавать, говорю, с вашего благословения. Да, 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 Бог благословит. Володя у меня здесь рядом со мной, и он показывает, целые охапки делает. По одному материалу о крещении, о покаянии. Ну, конечно, это надо... Ну, это не книга, по частям. Материалы о крещении и другие. К ним добавить уже ничего нельзя. Здесь взято всё за две тысячи лет. И батюшка сказал, что хорошо бы мне почитать эту книгу, интересно было бы почитать. Я говорю, батюшка, боюсь, вам там не всё понравится. Там есть места, которые обличают, ну, в вас священство и московскую патриархию. Он что ответил, он говорит, возможно, именно для меня это будет полезно. Ну, только дайте на короткое время, две недели, а потом спрашивайте. Скажите, не успел. Дайте, так, по неделе давайте. Каждую неделю можете продлять. Но не отдавайте ни в каком случае. Книги у меня практически на исходе. Понял. К истину православия есть ещё. Если бы у вас было не один экземпляр, тогда могли бы ему дать продать. А так нет. Понял. А то хотел подарить ему. Так он заинтересовался. Ну, понял, всё. Ну, у меня вот стихи готовы, всё подготовлено. Четыре тома моих стихов, каждая 800 страниц. Представь, таких вообще стихов нигде больше нет. Если есть они, то они там на 300 поэтов. Здесь четыре тома по 800 страниц. Каждая страница снизу доверху заполнена. Девять куплетов по четыре строчки в куплете. 36 строк в каждом стихотворении и эпиграф из Библии. У меня всё готово. В каждой было бы, кажется, 80 страниц цветных фотографий. Наша миссионерская поездка. Всё подготовлено. Но пошёл и теперь уже за 2 миллиона заваливает. На тысячу экземпляров. Это никак нельзя издать мне. Поэтому они в электронной версии тут есть, можно считать. Вот сегодня я распространил вчера ночью уже завещание, которое я умираю и даю завещание. Вы прочитайте его. Я читал. Ну и как? Ну, впечатляет. Да, сейчас у меня ещё есть кто-то в Потеряевку проезжает. А тут приезжала одна сестра. И у неё я увидел эти стихотворения отпечатанные. У меня же, я им дарил когда-то. А у меня где-то тут всё затерялось. Я у неё три листа конфисковал. Вот эти вот стихотворения. Одна женщина тут, как познакомились мы с ней, она стала комендантом-наблюдателем, смотрителем за всем. Её фамилия Егоренко, девища Торбеева. Это стихотворение. Вот я даже мог бы вас немножко познакомить. Называется «Память нужна живым. Оцени их таланты». Посвящается Егоренко Надежде Павловне. На прогулке в лесу приблудилась. Недоверие вызвало. Кто ты? С каждым разом всё ближе садилась. От тебя закукожились жмоты. О твоих всех страданиях не писано. В судный день засверкает прошедшее. За порядком следила ты пристально. Нарушители мы сумасшедшие. Эконом-комендант добросовестной умножая. Хранила церковная. Для других воркотню твою повестью сохраню в сундуке златакованном. Расстаюсь со слезами печальными. Всем в пример. Укажу на ответственность. Слышу в трубке. Бегу. Я начальник мой. Всем-то некогда. Стали семейными. За меня ты о всём позаботишься. Что достать, заплатить, пригласить. А других не прости, не допросишься. Будут вязью пустой колесить. Без тебя, ах, боюсь неухоженным. Сиротой, почерневшим под ливнями. Будет дом одинокий заброшенный. На складах кавардак навалили мы. Подожди, поживи. Есть ресурсы в твоём духе, Хотя развалюха. Для смотрителей строгие курсы Против тех, кто порядка не нюхал. Как же быстро, внезапно стареем мы. Отдохни в тесной келье, И в Горенке. Нет веселья без Бога, Торбеевой. Губы смехом наполнит Егоренко. 3 июля 2001 года. Потеряевка. Вот я и говорю об этом В тесной Горенке, То есть в огробу. Вот такое я и посвятил стихотворение. Хороший стих. Да. Ну вот так. Ну всё на сегодня. Вопросов-то нету ни у кого. А тут нас есть. Ничего не надо, Тихонович. Давай, Анатолий. Тихонович.